В честь предстоящего Дня Защитникова Отечества в гимназии Юнона стартовала акция «Достоин будь награды русской». Проводится она второй раз совместно с Фондом поддержки семьи и детства имени Николая Бурдюгова. Подробности у Сергея Вчеренко. Этот матч я вскал на перронах, когда враг заслонял горизонт, с ним отцов наших дымных погонов, поезда у Василий на фронт. С патриотическими песнями школьники и их родители сегодня узнавали историю появления и создания орденов и медалей, которыми награждали героев, защитников своей страны, да и простых жителей, делами которых прославилась русская земля. Акция «Достоин будь награды русской» к гимназии Юнона проходит уже во второй раз. Впервые ее организовали в 2007 году. Школьники рассказывают сверстникам о достижениях своих дедов и отцов. Организаторы уверены, что именно конкретные примеры помогут молодому поколению заинтересоваться историей своей страны и научиться гордиться подвигами прошлых поколений. В этом конкурсе, в этом празднике принимают участие свыше ста участников, молодых ребят-гимназистов. И они нашли и рассказывали свыше пяти тысяч наград. Это очень замечательное мероприятие. И я, честно говоря, нахожусь под глубоким впечатлением. Стоит отметить, что юные гимназисты с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. Здесь многим интересно узнать историю своей семьи и полученных наград. И рассказать о них другим. Школьники сегодня тоже получали награды от Фонда поддержки семьи детства за участие в конкурсах и викторинах. Также в зале была развернута небольшая галерея наград родителей воспитанников гимназии, где их могли увидеть все желающие. А поскольку акция имела характер военно-патриотический, ребята украсили ее собственными музыкальными номерами. Мы тщательно искали информацию, собирали со всех учеников данные о их семьях, наградах семейных, о тех наградах, которые хранятся очень много, достаточное количество времени в их семьях. И мы узнали, открыли для себя и как новые награды, так и награды прошлого времени. Мы узнали тех людей, которые приняли участие в войне, которые отстаивали нашу родину и боролись как могли. Сергей Овчаренко, Иван Иванков, Новости ВТВ.